Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Экзам. Одна крупная корпорация проводит кастинг на вакантную должность. Восемь успешных кандидатов дошли до заключительного этапа выборов. Каждый хочет стать счастливчиком и ради этого готов расправиться с соперниками. Действие фильма усиливает ограниченное пространство и психологический накал, Ощущение безнадежности и отчаяния, которые испытывают герои, поставлены в безвыходное положение. Смертельный лабиринт. 2004 года. Зачем любить ближнего своего, когда можно его убить? Неожиданный вопрос для участников жестокой забавы, таинственного садиста. Девять незнакомцев похищены средь бела дня, чтобы очнуться в запертом доме. Теперь они – пешки в смертельной игре на выживание. Условия просты. Единственный оставшийся в живых получит награду 5 миллионов долларов. В четырех мрачных стенах, под наблюдением вездесущего старшего брата, отчаяние и страх быстро сменяются алчностью и ненавистью. Кто первым прольет кровь со брата по несчастью? Кто последним превратится в зверя? Кто хозяин этой тюрьмы? Узнает ли ответ окровавленный победитель? Дети в спецке мертвых 2010 года Это триллер о выживании девяти незнакомцев, которые были похищены вооруженным в маске, который сказал им, что будет убивать каждого из них через каждые 10 минут, пока они будут узнавать, как все они связаны. Кто из девяти останется в живых, а кто умрет? Эксперимент В ходе научного эксперимента 12 обыкновенных людей добровольно становятся на две недели заключенными тюрьмы, в то время как 8 таких же добровольцев становятся надзирателями. Задача первых – соблюдать правила тюремного режима, задача вторых – поддерживать порядок. Но человеческая природа берет свое, и эксперимент выходит из-под контроля. Под бесстрастными взглядами ученых надзиратели упиваются властью, унижая заключенных. И в тюрьме назревает бунт. Охотники за разумом 2004 года На удаленном острове 7 будущих агентов ФБР проходит решающий тест, чтобы попасть в элитный отдел охотников за разумом, людей по мельчайшим уликам и любым сведениям, составляющих психологические профили опаснейших преступников. Но испытание становится слишком реальным, когда в их группе оказывается настоящий серийный убийца. Успеют ли оставшиеся в живых выявить маньяка в своих рядах, пока он не расправился с каждым поодиночке? Смертельная игра Джеки – молодая преподавательница йоги. Однажды на выходе из спортзала она встречает симпатичного парня, который приглашает ее на свидание. Он приводит ее в гости к своим друзьям. Все идет хорошо, но после того, как Джеки выпивает напиток, принесенный хозяевами, она впадает в обморок. Когда девушка приходит в сознание, она оказывается в совершенно другом месте. Она и еще несколько молодых людей оказываются в запертой на большом ангаре, а на их головах закреплены маленькие камеры. Жуткий волос объявляет, что в следующие 12 часов участникам предстоит занимательная игра, смысл которой очень прост. Из всей компании выбраться живым может только один. Круг 2015 года 50 незнакомцев просыпаются в огромной камере, не имея понятия о том, как попали сюда. Собранные в круг и не способные двигаться, они быстро понимают, что каждые 2 минуты одного из них будет убивать странное устройство в центре комнаты. Вскоре им становится ясно, что жертва выбирается не случайно, а ими самими, что они могут коллективно влиять на выбор, который делает машина. Но как решить, кто заслуживает умереть? И что будет, когда остается лишь один человек? Пила. Игра на выживание. Двое незнакомцев просыпаются в странном подвальном помещении. В центре помещения – труп мужчины с простреленной головой и оружием в ослабевшей руке. Они же прикованы к стенам цепями защиколотки. Оба не знают, как там оказались. Путем нехитрых предположений и спрятанных вокруг них ответов, как частей какого-то пазла, они узнают, по крайней мере, зачем они здесь, и что именно от них ждет их похититель. Голос с найденной пленки бесстрастно вещает. Если ты хочешь спасти свою жену и детей, убей другого. Убить другого можно, только дотянувшись до оружия. Дотянуться до оружия нельзя иначе, как избавившись от цепи. Избавиться от цепи нельзя иначе, кроме как отпилив ногу. Времени мало, но достаточно, чтобы реконструировать цепочку странных событий, которые привели каждого из них туда, где они сейчас оказались. Дьявол 2010 года Несколько людей, оказавшиеся в застрявшем лифте, со временем понимают, что среди них присутствует сам дьявол. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok